Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Да, друзья, действительно, утро на телерадиоканале Страна ФМ прямо сейчас продолжается. Валерий Майор, Влад Кутузов, так зовут нас. Всем еще раз здравствуйте. Ну и сегодня у нас в гостях Татьяна Тихонова, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании РГ Девелопмент. Татьяна, доброе утро, спасибо, что пришли. Но я вкратце объясню, зачем мы собрались, собственно, сегодня. Мы будем говорить о том, как изменились запросы покупателей на рынке недвижимости за последние несколько лет, вообще за последнее время. И жилье комфорт-класса, в чем его особенная специфика? Она, безусловно, и есть. Слушайте, ну и начнем мы с такого вопроса, что вообще компания РГ Девелопмент была основана в 2013 году. Это разгар мирового кризиса, всем известно. И тогда многие компании с многолетней историей, которые вроде стояли твердо на ногах, ну, объявили себя банкротами и свернули свою деятельность. И если я помню, вот в 2015 году был рейтинг, и по итогам этого рейтинга, ну, боюсь собрать, 3000 девелоперских компаний ушли с рынка, да? Это намного больше, чем в 2014 году. Как вашей компании в такое непростое время не просто удалось устоять на ногах, но вы еще вышли на новый уровень и даже как-то к процветанию пришли в это время? Ну, как вы правильно отметили, что мы, в принципе, создавались в разгар кризиса. Поэтому, как говорят мудрые, те, кто начинают свою деятельность в кризис, у них, в принципе, должен быть успех. Поэтому мы посмотрим в какой-то период, что, наверное, они были правы. Ну, а если серьезно, то могу сказать только одно. Понимаете, когда вы начинаете в кризис что-то создавать, то вам проще, то есть вы имеете некое преимущество перед теми, кто на этом рынке уже существует. Потому что они все свои финансовые модели, то есть все свои проекты настраивали на определенный лад, а вы уже встраиваетесь в то, что уже получилось вот в период того, когда наступил этот кризис. Поэтому вот это, наверное, есть некое преимущество наше перед теми, кто на этом рынке существовал долго. Ну, грубо говоря, вот эта вот нестабильность, да, вот эти вот скачки курса доллара, а вы все спокойно, а чем нас удивить, мы закалились, как стали? Ну, в принципе, в этом, да, есть такое понимание, да, потому что мы понимали, да, что надо смотреть более внимательно на ту себестоимость продукта, которого мы создаем и выпускаем в рынок. Мы видели, как поменялись пристрастия покупателей, то есть мы успевали что-то подстроить под изменяющиеся условия, поэтому, конечно, нам это помогло. Ну, а вот так вот, если немножко поднаходно, с какими трудностями пришлось столкнуться? Потому что, естественно, там скакали всякие валюты. Это получалось, знаете, как наши соседчатники, они побежали, накупили себе 20 телевизоров, чтобы потом дарить тем родственникам на 20 лет вперед. Или как вы, заранее закупались, или за счет чего получилось? Нет, ну, вот вы правильно сказали, мы создавались, и мы покупали это все уже в период 2014 года, потому что мы на рынок вывели свой продукт, который, в общем-то, презентовали в конце 2015 года. И вот на сегодняшний день уже два проекта мы ввели в эксплуатацию. Друзья, я хочу напомнить вам, что если у вас появились какие-то вопросы или появятся в течение нашего эфира, то вы прямо сейчас можете позвонить в колл-центр по телефону 8495-463-0984. Я еще раз повторю этот номер. 8495-463-0984. И там подготовленные специалисты ответят абсолютно на все ваши вопросы. Лера, я хочу добавить, что можно пользоваться возможностью великолепной, которая есть у вас сейчас. Друзья, кто нас слушает и смотрит, можете оставлять свои сообщения, вопросы, адресованные Татьяне. Группа ВКонтакте, там у нас есть специальный пост, вверх он, как всегда, прикреплен на главном месте. Плюс ко всему у нас есть ватсап, вайбер, смс, сообщение, пожалуйста, номер прежний, плюс 7909-928-189, еще раз напомню, плюс 7909-928-189, ну я предлагаю сейчас немножечко нам прерваться, когда мы вернемся, мы как раз таки поговорим о том, как поменялись запросы аудитории, что они хотят покупать и где хотят жить. Друзья, еще раз доброе утро всем тем, кто смотрит и слушает телерадиоканал Страна.ФМ. Сегодня у нас в гостях Татьяна Тихонова, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании RG Development. Ну и давайте уже прям так конкретики продвигаться, как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке недвижимости, вот на данный момент это, забыла, декабрь 2017 года. То есть мы все хотим знать, больше, меньше, стабильный уровень и так далее и прочее. Ну вы знаете, я считаю, что рынок все-таки недвижимости начинает, ну вы знаете, сказать, что он совсем когда-то упал, наверное, сказать неправильно. Сейчас появляется некая стабильность, покупатели определились, чего они хотят покупать, девелоперы, которые предоставляют то, что хотят покупать, покупатели тоже поняли, что они должны делать с тем товаром, который они предлагают на рынке. Поэтому некая стабильность начинает появляться, то есть сделки по недвижимости начинают расти, поэтому как бы некая, да, то есть такая, некий рост все-таки, я считаю, наметился и на этом рынке. Хотя, понимаете, судить по Москве, наверное, это очень сложно, потому что в Москве всегда рынок отличался от всех городов страны, то есть даже в самые тяжелые кризисные времена в Москве все равно недвижимость продавалась. Потому что столица все-таки отдельная, особенная покупательская способность, так скажем, да, которая отличается. Да, я думаю, это, знаете, с чем связано, это все-таки ведь люди, да, они как бы кучкуются около мест приложения труда, и Москва всегда, то есть такая гостеприимная, она всегда предлагает людям работу, ту или иную, ну и, соответственно, люди, притягиваясь сюда, понимают, что в какой-то момент нужно приобретать себе место, где они будут отдыхать, спать и вообще жить. Потому что, как вы знаете, недвижимость у нас появилась с того момента, как появился первый человек на земле. И потребность в жилье, она никогда не менялась, она всегда есть, то есть она, как бы, да, может перехать из одного состояния в другое, но, в принципе, она стабильна. Ну, говоря проще, как еда, только подороже. Конечно, совершенно точно. Как воздух. Слушайте, ну, я вот хотела спросить, а вот приезжают люди, да, и покупают себе квартиры, на какую квартиру людям хватает денег? Что сейчас, какая, я не знаю, планировка, площадь, что пользуется спросом? Ну, вы знаете, это, опять-таки, тоже зависит от человека, который сюда приезжает. Если приезжают молодые люди, например, то есть учиться, да, там, ну, где-то подрабатывать, они, как правило, их интересуют небольшие квартиры, вот, евроформата, да, где-то на окраинах, в Новой Москве. Вот, и эти квартиры пользуются, вот, наверное, больше всего у молодежи популярностью. Семейные люди приезжающие, ну, они, конечно, стараются купить квартиру чуть побольше. Ну, как правило, на что хватает денег, да, то есть это хорошо, что есть у нас ипотечные кредиты, есть понимание продавцов, то есть они тоже предлагают какие-то свои программы, там, скидочные, плюс рассрочки дают. Ну, то есть, как бы начинают, да, то есть люди начинают слышать друг друга и одну сторону, и другую. Поэтому, в принципе, в таком тандеме, в общем, что-то и получается. А можем мы сейчас вот так оптимистично заявить, что, в принципе, кризис на рынке недвижимости, ну, миновал он, все, больше не будет никаких скачков. Вы знаете, если вообще говорить о кризисах, вот я считаю, что вот в последнее время, в то время, в котором мы живем, мы постоянно находимся в каких-то кризисах, понимаете, у нас есть кризис в голове, есть банковские кризисы. Вот мне кажется, знаете, иногда даже вот слышишь, да, по телевизору, у нас кризис, ну, кризис, кризис, все как бы уже спокойно на это реагируют. Потом проходит какое-то время, говорят, все, кризис закончился. Ну, все сказали, слава богу, кризис закончился. А вот что явилось причиной закончиться этому кризису, в принципе, никто уже на сегодняшний день даже не объясняет. Я считаю, что, понимаете, наверное, то состояние, в котором сейчас находится рынок недвижимости, назвать кризисом, наверное, нельзя. Просто это как бы появляется новый виток развития этого рынка. То есть новые условия, новые покупатели. То есть вот я говорю, что если раньше было больше инвесторов в недвижимость, да, то есть в квартиры, то сейчас больше те, которые хотят улучшать свои условия. И, конечно, требования у них к этому выше. Ну, то есть такого, да. Лера, давай телефончик напомним дальше. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по работе компании RG Development, то прямо сейчас звоните 8495-463-0984. 8495-463-0984. Ну и, друзья, быстренько напомним, Татьяна Тихонова у нас сегодня в гостях, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании RG Development. Мы скоро продолжим. Ну и давайте прямо сейчас на примере объекта ЖК Родной Город Октябрьское поле расскажите, что из себя представляет жилье комфорт-класса и чем оно отличается от того же бизнес-класса, ну и, естественно, от эконом-класса, который, в принципе, большинству из нас ближе. Понятно. Ну, давайте я попробую, да, это сделать. Значит, вот, если мы говорим об Октябрьском поле, то это проект Комфорт Плюс, потому что он все-таки ближе к бизнес-классу. То есть у него есть именно те преимущества, которые, значит, дают ему возможность называться именно Комфорт Плюс. Комфорт Плюс. Разница между стандартным жильем, то есть комфортом и бизнесом, она вообще нашла отражение в некой методике, которую разрабатывал Минстрой России. Ну, она такая, знаете, приблизительная, но основное отличие каждого вида в основном – это локация. Ну, так как комфорт находится что-то между, да, то есть стандартным жильем и бизнесом, то он имеет... И стандарта, и черты бизнеса, то есть он такой вот, как бы я сказала, универсальный вообще класс, который нравится всем. И те, которые готовы купить бизнес, но не дотягивают, и те, которые уже выросли из стандарта, но не доросли до бизнеса, то есть все въезжают в Комфорт. Значит, вот наш проект – это комфорт-класс. В принципе, если бы он не находился в момент приобретения на краю промзоны, Октябрьское поле номер 41, то, наверное, он бы стал бизнес-классом. У него очень хорошая, неплохая локация, имеется в виду по микрорайону, то есть это вообще один из чистейших районов Октябрьского, то есть Щукино, да, то есть там очень хорошая роза ветров, то есть там прекрасная экология, поэтому район замечательный. Там же до Серебряного Бора прям руку падает. Да, там вообще до Серебряного Бора, там вокруг вообще много бульваров, там парки, вот про они Щукино, в общем, там прекрасно. Там уже сложившаяся инфраструктура, да, то есть магазины, поликлиники, транспортная доступность, ну, в общем, все есть, да, то есть хорошие квартиры, там несколько лифтов, лифт один спускается прямо напрямую в паркинг, широкие дверные проемы, ну, то есть хорошая высота потолков, входные группы, ну, то есть замечательный такой вот комплекс, весьма доступный для москвичей на сегодняшний день. Ну, вот самый болезненный вопрос для москвичей на сегодняшний день – это парковочные места. Парковочные места есть, они находятся под домом, есть гостевые стоянки, то есть комплекс оснащен всем необходимым, то, что вообще требуется. То есть у него есть прекрасный детский сад, вообще проектировал этот комплекс Сергей Чобан, то есть архитектура данного комплекса встраивается в общий облик района, и, в общем, он такой нью-сталинский стиль, то есть такой, да, очень симпатичный. Дорогично и богато выглядит. Да, ну, выглядит, я говорю, что вот бывает, да, то есть вещи, которые стоят не так дорого, но выглядят гораздо дороже, чем они на самом деле стоят. Вот это как раз наш проект, именно Октябрьское поле, и он у нас первенец, почему я о нем так, с такой любовью говорю, потому что мы его первым создавали. Ну, кстати, я знаю много людей, которые говорят, я бы хотел вот жить в Сталинке, потому что это вот красиво, это так вот пафосно, в хорошем смысле, это условно, но это тоже, на самом деле, но любят люди дома. Друзья, напомним, что в гостях у нас сегодня Татьяна Тихонова, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании «Эргет». Девелопменты и свои вопросы, Татьяне, можете адресовать и смело присылать к нам в группу ВКонтакте, а также плюс 7909-928-189, и 9, очень скоро мы продолжим. Ну, а пока продолжаем наш разговор, кстати говоря. Я просто думала, продолжим, ты хочешь прерваться, а я как раз только разошлась. Можно немножко поговорить по планировкам и вообще, у вас там представлена с отделкой или без отделки, или так и так? Нет, у нас на сегодняшний день в данном комплексе отделки нету, но мы сделали эталонные квартиры на втором этаже, и, в принципе, хотим предлагать нашим покупателям, в принципе, определенные проектные решения по отделке, которые мы им с удовольствием сделаем. Ну, это даже лучше, потому что каждый человек, который он въезжает в такую квартиру, как Сталинка, он хочет создать все по своему вкусу, чтобы прям глаз радует. А вот теперь давайте прервемся, я лишь хочу напомнить. Телефон компании «РГ Девелопмент». Номер следующий 8495-463-0984, 8495-463-0984. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна ФМ». Друзья, на телерадиоканале «Страна ФМ Утро» продолжает. Всем еще раз здравствуйте, доброе утро. И у нас в гостях Татьяна Тихонова, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании «РГ Девелопмент». Татьяна, еще раз доброе утро и здрасте. Доброе утро. Доброе утро. Вот мы поговорили с вами про родной город, а хочется как-то больше информации. Скажите, сколько проектов на сегодняшний момент в пакете вашей компании, и, может быть, пройдемся по ним подробно? Ну, давайте попробуем. Сейчас в портфеле уже 9 проектов, два из которых завершились, то есть уже получено разрешение на ввод. Третий уже на вводе, ведется где-то в первом квартале 2018 года. Четвертый проект – это Орехово-Борисово, который идет активно, ну, то есть активно строится, и мы будем его вводить этапами, и завершим ввод в 2019 году, где-то в сентябре. Вот. Два проекта, на которых разрабатываются проекты планировок, это у нас на улице Вольная и Фанвизинская в районе ТПУ Фанвизинская. То есть мы этот проект выиграли на конкурсе у правительства Москвы. И два мы приобрели на сегодняшний день как просто пока земельные участки. И да, еще забыла сказать, что я вот рассказывала про Октябрьское поле. Мы разработали совместно с правительством Москвы проект планировки развития вот этой промзоны 41 Октябрьское поле. И данная тема найдет свое продолжение, то есть мы будем строить дальше. То есть там предусмотрен огромный микрорайон, где будет жилье, места приложения труда, поликлиники, детские сады, школы, торговые, да. То есть, в общем, будет такой вот оазис такого приятного микрорайона. Ну и спортивное что-то, наверное, такое. Конечно, ну это все будет предусмотрено, ну а же все для народа, поэтому мы все это будем предусматривать. Ну вот смотрите, родной город это для тех, кто хочет творить сам. А грубо говоря, если человек хочет заехать и жить, есть у вас варианты с готовой отделкой? Вот как раз один из проектов, Орехово-Борисово, это все-таки больше проект стандарта. То есть это стандартный проект, это индустриальная серия. И там в домах будет сделана отделка. То есть можно будет, да, купить и въехать туда. Ну и давайте, вот если люди сейчас заинтересовались немножечко про эту отделку, кто поставщики, как давно с ними работаете, все ли будет надежно, не отпадет ли плитка в первый день? Ну, вы знаете, мы работаем на... То есть вот индустриальная серия, которая сейчас у нас строится на Орехово-Борисово, это ДСК-1. То есть это старинный ДСК, который на рынке уже много лет, он претерпел изменения по требованию города, у них поменялись фасадные решения. Ну, то есть дом приобретает вид, то есть его уже даже трудно отличить от монолитного дома. Вот, поэтому я думаю, что ничего не отвалится, потому что они всегда выдавали продукт очень высокого качества. Ну, я насколько знаю, что вот сейчас даже панельные дома, они по качествам своим, тепло в них, дышат все стены, они ничем не отличаются от кирпичных. Просто есть у нас старый стереотип, что кирпичные лучше. Вы знаете, я вообще обычно, вот когда мне говорят, что вот, вы знаете, мы не хотим покупать индустриальную серию, потому что вот это не Камильфо. Вот я могу сказать, что в Париже весь центр состоит из панельных домов. У них, в принципе, единственное, очень красивые фасады. Вот. Друзья, делайте выводы, пожалуйста, прямо сейчас из вышесказанного. Друзья, если вы хотите жить, как в Париже, то прямо сейчас звоните по телефону 8495-463-0984. Еще разочек. 8495-463-0984. Там девушки приятные сидят, которые ответят абсолютно на все ваши вопросы, посоветуют и подберут для вас вариант, который подходит именно вам. Ну, а я напомню еще раз. Телефон компании РГ-Девелопмент. Телефон следующий. 8495-463-0984. И еще раз, если не запомнили. 8495-463-0984. Очень скоро мы к вам снова вернемся. Будьте здесь, телерадиоканалом Страна.ФМ. В гостях у нас, еще раз напомним, Татьяна Тиконова, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании РГ-Девелопмент. И мы продолжаем. Мы продолжаем. И на рынке вообще недвижимости всегда конкуренция огромная. Чем именно ваша компания может удивить покупателей? И, собственно говоря, как вкус покупателей изменился? Чего они хотят, помимо того, чтобы просто комфортно жить? Ну, вы знаете, вообще, конечно, удивляться очень тяжело, потому что действительно конкуренция очень такая серьезная. Ну, наверное, я могу сказать, что мы на сегодняшний день создаем именно комплексы с развитой общественной зоной, в которой присутствуют и отличные мопы, то бишь это входные группы и коридоры, которые там, лифтовые холлы и коридоры, по которым доходят наши покупатели до своих домов. Это наличие детской социальной сферы. Прямо на территории комплекса, вот все наши комплексы, которые мы уже построили, они все оснащены детскими садами. Потом прогулочные зоны. Вот, например, Октябрьское поле вообще имеет закрытый периметр, то есть там поставлен забор. И люди могут выпускать своих детей гулять во двор, потому что у нас существует именно безопасный двор, где машины не есть. То есть там разделяются зоны, где машины могут ездить и где они не могут ездить. Есть зоны и для детей, и для людей, которые просто хотят выйти на улицу и между собой пообщаться. И, например, почитать книжку. Безусовой, без посторонних, что немаловажно. А для семейных людей, кстати, вообще на первом месте, когда есть дети, и в наше, мягко скажем, непростое время, не всегда отпустишь ребенка погулять. Ну, слушайте, во-первых, дети, а во-вторых, безопасный двор – это такая вещь. Вот если ты купил квартиру на первом этаже, а у тебя на лавочке потом пришли какие-то с бутылками, да, и ты выучишь столько слов, таких каких ты знал, не хотел. Ну, не будем огростны, потому что в нашем случае такого нет просто. Такого, значит, мы этого просто не допустим. Ну, плюс на первых этажах у нас есть, да, коммерческие помещения, которые, скорее всего, будут предусматривать тот необходимый набор услуг, который потребуется для жильцов этого дома. Например, какая-нибудь парикмахерская, там продукты, там, что еще, кафе небольшое, да, куда можно выйти, прачные, ну, может быть, даже и банковские, да, какие-то услуги, там, по оплате коммунальных платежей или еще. Ну, то есть для того, чтобы была некая шаговая доступность до определенных услуг, которые вот необходимы человеку вот в сиюминутно. Вот я обычно говорю, вот, представляете, идете домой и вспоминаете, что у вас нет хлеба. Зашли прямо у себя же в доме на первый этаж и его купили. И с утра у вас свежий хлеб и прекрасный завтрак. Опять же, вечером зашел в кафешку, а там все свои. Да, да, да. Это же прекрасно, никого по стороне. Это тоже очень хорошо. Слушайте, а вот раньше считалось, чем больше метров, тем лучше. Люди прям были одержимы этой идеей. А сейчас к нам пришла какая-то вот европейская многофункциональность пространства. Как это отражено в планировках вашей компании? Ну вот мы с вами упоминали сталинский стиль, почему он всегда был востребован. Потому что у него было очень правильное сочетание полезных и неполезных площадей. В какой-то момент, да, у нас тут был бум, и нам очень хотелось покупать много метров. Это казалось, что ты такой крутой, раз ты купил так много метров. А потом выяснилось, что из-за того количества метров, которые ты купил, пользуешься ты гораздо меньшим количеством. И когда, как вы понимаете, так мы живем в период кризисов банковских и разных, то, конечно, люди начинают понимать, что нужно покупать только те метры, которыми ты будешь пользоваться. И как показывает практика, это очень удобно. Ну ладно кризисы, а вот когда ты начинаешь все это мыть и думаешь, я здесь не живу, зачем это все? Это тоже правильный подход. Давайте прямо сейчас прервемся. Еще раз хочу напомнить, телефон колл-центра компании «РГ Девелопмент». Телефон следующий 8495-463-0984. 8495-463-0984. Друзья, оставайтесь здесь, скоро мы к вам вернемся. Да, и вопросы в группу ВКонтакте не забывайте задавать, потому что беседа у нас сегодня увлекательная, интересная. Я думаю, что вы тоже много полезного для себя можете из нее вынести. Скоро продолжим. Вот я хотела сказать, что многие люди, они на разных стадиях покупают. Кто-то на котловане берет, потому что там есть некая существенная экономия. Кто-то берет готовые. В вашей практике как чаще встречаются? Какие покупки совершают? Вы знаете, вообще в нашей практике, ну все-таки давайте так, мы отличаемся от большинства девелоперов, потому что мы строим первые, да, вот ввели только что свои объекты. Конечно, мы вызываем у покупателей такую насторожность, да. Ну есть такие смелые люди, которые заходили и покупали недвижимость на котловане. И не пожалели об этом? Не пожалели. Потому что, понимаете, ведь, конечно, никто нас не знает. Мы, конечно, презентуем, да, красивые картинки. А где гарантия, что эти картинки воплотятся в жизнь? Вот сейчас мы можем, да, сказать, что на рендерах у нас было даже хуже, чем сейчас получилось в жизни. Поэтому, ну это сейчас. А когда был котлован, это можно было только предполагать. Поэтому были смелые люди, которые покупали и на котловане, а сейчас более активно покупают, но уже дороже. То есть разбег вот между покупкой и на котловане до, то есть при покупке уже готового жилья, в среднем где-то до 30%. Ну это вполне существенно. Это такая нормальная сумма, да. Ну вы знаете, чтобы покупать на котловане, в неизвестной пока компании нужно иметь крепкие нервы. Так, подождите, теперь можно говорить, что мы уже входим в то понятие надежного застройщика. Вот, кстати, давайте обратим внимание, что подразумевает под собой понятие надежного застройщика. Например, вот та же справка ФЗ-214, которую все время всем рекомендует как абсолютную гарантию. Есть она у вас? Ну, ФЗ-214, это вообще 214-й закон. Он, да, он как бы был принят для того, чтобы защищать дольщиков от застройщиков. Вот, сейчас его усилили, появился 218-й, который вообще защищает их так, что скоро те, от которых их защищают при тех связанных руках, скоро строить не смогут. Вот, поэтому, конечно, должна быть какая-то все-таки все равно система разумности, но я думаю, что как-то на это все посмотрят и, наверное, сделают какие-то правильные выводы и какие-то поправки все-таки внесут в этот закон и дадут все-таки застройщикам, причем таким добросовестным и порядочным вообще продолжать свою деятельность, потому что, ну, мы не денемся никуда, у нас всегда будут и мошенники, и люди, которые хотят кого-то обманывать, просто сами дольщики должны себя как-то тоже защищать, то есть правильно изучать документы, которые они подписывают, изучать застройщика, с которым они собираются работать. Ну, то есть это такой, знаете, правильный путь. А у нас, вот знаете, на авось, вот здесь 3 копейки стоит, давай-ка я там и куплю. Ну, дальше он вкладывает и получает дырку от бублика. Ну, так тоже бывает. Но многие люди привыкли, на самом деле, читать договор, не полностью подписывать там, а бы как, и не смотреть мелкими буквами что-нибудь. Да, да, да. Слушайте, ну, я так понимаю, что ваша деятельность, она максимально прозрачна, то есть всю информацию можно получить и на сайте, и по тем телефонам, которые мы сегодня в течение эфира говорим. Да, в свете того, что мы пришли сюда работать, у нас, естественно, все прозрачно. Все, что вот сейчас размещается на всех сайтах, это вся достоверная информация, которую можно и там почитать, и прийти в офис посмотреть, то есть она не будет отличаться. Ну, я хотела сказать, друзья, что если в течение всего эфира вы нас слушали внимательно, и тут все-таки отважились, думают, позвоню, спрошу, вдруг предложат что-то подходящее, давайте я напомню вам номер телефона. 8495-463-09-84. И еще разочек. 8495-463-09-84. Ну, и, собственно говоря, давайте немножечко прям подытожим так быстро. Компания RG Development на рынке сейчас предлагает жилье и эконом-класса, и комфорт-класса, и даже бизнес-класса. Ну, вот бизнес пока мы на него еще не замахнулись, но в мыслях мы думаем, да. Потому что, вы знаете, вообще бизнес-класс для любого застройщика – это такое, знаете, вот как бы показать свое, увековечить свое имя, потому что это, как правило, дома с определенными названиями, и, в общем, это, конечно, ну, как сказать, это престижно. Но самое главное я веду к тому, что каждый найдет у вас то, что ищет, и по карману, и по душе. Конечно. Татьяна, большое спасибо вам. Очень было приятно. Не зашли интересный разговор. Друзья, напомним, Татьяна Тихонова была у нас в гостях, генеральный директор инвестиционно-девелоперской компании RG Development. Еще раз большое спасибо. Приходите к нам. Обязательно. Будем вас брать. Приглашайте. Приглашайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok